Нельзя на железные пути кидать посторонние вещи. Это может что? Привезти к чему? Ответы на эти вопросы подскажут герои мультфильмов. Сотрудники РЖД совместно с Сибирской медиагруппой организовали нескучный урок. На примере известных мультфильмов школьникам рассказывают о правилах поведения на железной дороге. Например, почему поезд не может быстро остановиться. Это все физика. Это потому что по физике поезд не может мое время остановиться. О многих правилах ученики четвертого класса сегодня услышали впервые. Нельзя высовываться из окна. Нельзя быть в наушниках, ведь если поезд поедет, вы можете его просто не услышать. И он может, так сказать, переехать. Я по наушнике, если честно, не знал. Про наушники я узнал. Сегодня. Я узнала, что нельзя ходить по рельсам, что нельзя пролаживать под поездом. Именно в таком игровом формате детям больше всего запоминаются жизненно важные правила. Поэтому сотрудники РЖД решили проводить подобные уроки безопасности в школах, детских садах, а также они проводят беседы о безопасном поведении на станциях и в поездах. Именно вот в такой игровой тематике детям больше всего запоминается. Это их стезя, где они все быстро впитывают. То, что визуально им окладывается в их сознание, оно, скажем так, больше эффекта принесет для того, чтобы они это вспомнили потом, когда будут находиться на железной дороге. К сожалению, в этом году на железной дороге пострадали двое детей. Хочется верить, что такие уроки безопасности сведут статистику детского травматизма на ноль. Я хочу сегодня обратиться ко всем жителям Алтайского края, в первую очередь родителям, родственникам, бабушкам, дедушкам. Прошу, чтобы соблюдали правила нахождения на железной дороге. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.